Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим вопрос, откуда взялся второй Ирод. Мы помним, что когда Святое Семейство убегает в Египет, они находятся там до смерти Ирода. Но в Евангелии от Матфея 4, 12 мы читаем, «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею». Иоанн был взят под стражу царем Иродом. И в Евангелии от Луки, 3 глава с 1 по 2 стих, мы находим такие слова. «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, то есть римского императора Цезаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Удее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Этурии и Траханицкой области, а Лисанией четверовластником в Аквелинеи при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий Каану, сыну Захария в пустыне Иудейской». Здесь совершенно четко называются все правители того времени. И надо прямо сказать, что двое из них тоже назывались Иродами в честь династии своего отца, Ирода Великого. Вот что пишет христианский историк Уильям Баркли. Ирод Великий, царствуя около 40 лет, умер в 2004 году до Рождества Христова. Он разделил свое королевство между тремя сыновьями, что впервые было принято римским правительством. Ирод Антипа получил в наследство Галилею и Перею. Он правил с 2004 года до Рождества Христова, до 1939 года по Рождеству Христова. И поэтому жизнь Иисуса протекала в эпоху правления Ирода Антипы и большей частью в пределах границ его владения Галилеи. Ирод Филипп получил в наследство Итурею и Траханицкую область. Он правил с 2004 года до Рождества Христова, до 1933 года по Рождеству Христова. Кесария Филиппова была названа в его честь, ибо он построил ее. Архиллай получил в наследство Иудею, Самарию и Эдумею. Он был очень плохим королем. Иудеи в конце концов обратились к Риму с просьбой устранить его. И Рим, недовольный постоянными беспорядками в Иудее, назначил в Иудее прокуратора или правителя. Вследствие этого римляне стали непосредственно управлять Иудеей. В этот момент правителем был Понтий Пилат, правивший с 1925 года до 1937 года. Так Лука в одном предложении дает нам картину раздела царства, некогда принадлежащего Ироду Великому. Здесь не надо смущаться, что год смерти Ирода Великого – четвертый год до официальной даты Рождества Христова. Еще в раннем Средневековье была допущена ошибка на четыре года. Но так как все привыкли отталкиваться от этой даты, то официально дата остается одна, хотя мы знаем, что Ирод Великий умирает уже при жизни Христа. Об этом писали и дореволюционные авторы, пишут и современные. Таким образом, мы видим, что человек, который носил имя Ирода, – это не один человек. Один Ирод Великий, он назывался Великим за то, что он обустроил Второй Иерусалимский храм, сделал его более совершенным, более красивым. Он был родоначальником династий, и те, которые наследовали ему, двое из них тоже назывались Иродами. Таким образом, никакого противоречия здесь мы не видим. Просто когда мы читаем Евангелие и сталкиваемся с очередным Иродом, мы должны обратить внимание, на территории какого Ирода происходит эта встреча, и тогда мы не ошибемся в определении. И как мы уже здесь с вами прочитали, большая часть жизни Христа проходила под управлением Ирода Антипы, потому что он в наследство получил именно Галилею и Перею, то есть те места, где наиболее часто встречался и проповедовал Господь наш Иисус Христос. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о наших новых беседах, и берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok